Итак, доброго времени суток, дамы и господа, самая непроходимая версия Dark Souls, уже восьмая, по-моему, часть прохождения, или седьмая. Итак, в сегодняшней серии, как вы видите, мы с вами отправляемся в дополнение, поскольку около склепа Нито я обнаружил сломанную подвеску, то есть штуку, которая отвечает за вход в дополнение. Я не знаю, буду ли я сегодня убивать тут всех боссов, но, во всяком случае, основных трёх я хотел бы здесь зацепить. И, прежде чем мы туда отправимся, я заранее поблагодарю вас за ваши лайки, не забывайте их ставить и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые видеоролики выходят ежедневно. Итак, дополнение, в общем-то, напоминаю главные правила, которые вы мне сказали, да? Ты не прошёл игру полностью, пока не убил абсолютно всех боссов в Dark Souls'е с этим самым рандомайзером. Ну, я сделаю всё, что в моих силах, как говорится. Итак, друзья, священный сад, в общем-то, мы сюда попадаем сразу же к первому боссу. Это у нас, по идее, должен быть Страж Святилища, но я с ним сражался уже два раза. Пожалуйста, игра, только не он. Ну, вы понимаете, про кого я имею в виду. Если он, ну, он, вы поняли, мне опять попадётся, да? Ой, спасибо, добрая игра, это оказался драконоборец Орнстейн. Ну, это будет легко, слушай. Хотя, на самом деле, ну да, у него атаки-то, в принципе, простые, заучиваемые. И, кстати, сейчас вы спросите, наверное, чувак, а почему ты идёшь в дополнение, у тебя так мало урона? Аж по Орне проходит. А это всё из-за того, что я не могу до сих пор найти большой этот уголь. Чуваки, он может быть в абсолютно любой локации, он может быть, например, в этом DLC. Я пользовался Сидом только в том случае, если мне нужно было посмотреть именно ключевые предметы. Если я буду смотреть каждый предмет в этом Сиде, то так будет неинтересно. Ладно, я пропустил несколько атак, на самом деле, но это не страшно. Зачарованный уголь! Вот, знаете, мне иногда кажется, что я что-то недоговариваю вам. Я во время боссфайта с Орнстейном начинаю вам рассказывать про угли, и мне сразу же падает зачарованный уголь после драки с ним. Но, во всяком случае, это наглядный пример того, как работает рандомайзер бот. Итак, здесь находится Грипп Элизабет, я чуть её не пропустил, надо посмотреть, какие предметы у неё есть. Привет, Грипп Элизабет! Да, я спас Зарю, ты совершенно права. И что у тебя есть? Давайте посмотрим. Лекарство от яиц, золотая смола, коротковременная прокачка, душа хранительца огня. Вот это мне нужно, вот это мне сразу говорю нужно. Дальше, железно-кристальный посох, я его брать не буду. И, ну, я обычно во всех играх скупаю все предметы в плане брони, да, которые есть. Да и давай золотую смолу тоже купим. Всё, отлично, теперь поехали дальше. Итак, дорогие друзья, королевский лес у нас подъехал. Ну, в общем-то, противники здесь все те же самые будут зарандомлены. К сожалению, вот если бы я реально нашёл большой этот уголь, гигантский, я бы с радостью его отдал Андре, чтобы он наконец-то сделал мне палку на плюс 15 хотя бы. Потому что, ооо, это, кстати, очень хреновый противники, от них лучше сразу уходить. Главная проблема стоит в том, что меня в любом случае здесь зажали, смотри. Тут, короче, подъехали кабаны и вот эти вот собаки-великаны. И, к сожалению, я не знаю, что с ними делать. То есть стоит мне сейчас убить одного, на меня сразу же вылезет другой, и я, ну, в любом случае помру здесь. Также основной проблемой здесь будет четвёртый босс, от которого у меня уже просто ПТСД начинается. Это дракон Коломит. Основная его проблема в том, что для того, чтобы попасть в зону с ним, нужно поговорить с Гохом. Для того, чтобы открыть дверь к Гоху, нужно найти ключ. Как вы понимаете, у меня тут перемешаны некоторые квестовые предметы. То есть, например, вот сломанную подвеску мне пришлось искать самостоятельно. Но я её, ладно, нашёл ещё в прошлой серии. Но, например, такой же точно предмет, как ключ к Гоху, он у меня тоже перемешан. И я не знаю, в какой локации он здесь может быть. О, привет. Слушай, а Коломит, кстати, на самом месте остался. Подождите, так получается он у меня не зарандомлен, что ли, или как? Или... А, может он здесь, ну, просто как обычная моделька появляется. Здесь самое главное, это аккуратно лутать DLC. Потому что есть вот такие ещё ямы, в которые можно вполне спокойно свалиться. Но при этом нужно ещё ориентироваться на предметы, которые здесь будут. Вот я про это и говорил, да. То есть, подляны, они как бы обеспечены всегда. Ну, ладно. Ну, давайте посмотрим, ради чего я в прошлый раз погиб. Ради предмета, который называется... Большой сколок титанита. Я его могу уже спокойно фармить, честно говоря. Только не в DLC, а в оригинальной игре, в оригинальной локации. Ой. Знаете, вот такие ямы даже иногда помогают. То есть, например, чувак реально просто катит камень, а ты его вниз именно ведёшь. Железный щит, пиромантия поджигания. Ммм, прикольно. Если бы я ещё пользовался пиромантией. Итак, можем ещё полутать предметы, которые здесь есть. Конечно, противники тут выматывают. Полный же стража, волшебство, большая стрела души. По-моему, большая стрела души мне падала уже раз 30, наверное. Но я так понимаю, она здесь ещё и смешивается с предметами, которые можно у торговцев, видимо, получить, да. Поэтому она мне так часто и падает. Я, наверное, пойду в этом же всём. Да, то, что у меня здесь осталось. Ну, то есть, с тремя флягами и сколькию-то там семью человечностями. Не думаю, что я её выжру, наверное, за весь боссфайт. Итак, для начала Честер. Добрый день. Он, кстати, знаете, на кого похож? Он мне напоминает чела из заводного апельсина. Я вот вчера посмотрел фильм. Не знаю почему, но что-то в этом есть, наверное. Итак, значит, теперь что мы делаем? Теперь мы посмотрим, чем он нас торгует. Итак, косточки возвращения, навозный пирог, коротковерный проклятие. Давайте проклятие закупим у него сразу штук 10, потому что скоро придётся пойти к четырём королям. Потом, у него можно покупать зелёные осколки титанита. Сколько угодно можно покупать. Стрелы, естественно, и юбка медиумов. Всё, больше у Честера ничего нету. Итак, а теперь минутка полезной информации. В оригинале вторым боссом в дополнении является рыцарь Арториас. А вот сейчас это будет очень интересно. Поэтому давайте сначала посмотрим каст-сцену. Вы мне говорили, типа, не пропускай каст-сцену. Подожди, в каст-сцене вообще-то Арториас? Вы хотите сказать, что Арториас не подвержен рандомайзеру или что? Потому что, видимо, зарандомился только, ну, вот этот юнит, которого он убивает. Что ты смотришь на меня, слышишь? Вот что ты смотришь? Если ты хочешь драться, ну, давай драться будем. Кстати, если что, у меня вот этот босс находится в северном прибежище Нежище. Нежище. Нежище, да, Нежище. Ну, короче, походу, не зарандомлен у меня босс. Да, это рыцарь Арториас. Я сразу говорю, я этого босса убивать вообще не умею. Я знаю, что он прыгает, как макака-отец бездны. Но я его атак, вообще не знаю, мне очень сложно будет это дело предиктить. Скорее всего, мне нужен будет какой-то щит против него, потому что... Ну, блин, я не знаю, это... Это как дымный рыцарь, наверное, в Dark Souls 2. То есть тебе просто надо заучить атаки для того, чтобы, ну, ты что-то хотя бы мог делать против него. Я ему сношу всего лишь по 70 урона, если держу в руках щит. Именно в другой руке щит, если держу. Но, по факту, выносливости-то он мне сильно не снимает. Тем более, у меня маска ребенка есть. Но я его явно не осилю. Плохой Арториас. Блин, он меня запилил в итоге. У меня там, по-моему, одно хп было. Ну, слушай, я ему, кстати, посносил даже более-менее неплохо для первого раза. Тут главное вот сейчас... Сейчас. Я знаю, что нужно сделать для прям идеального боссфайта. Сейчас все будет, ребят. Короче, в этот раз я хочу попробовать копьем молнии его сразить. Ну, если что, у меня есть золотая смола, я ее могу просто намазать на свой щит этот. Прыжок. Молодец. Я говорю, он ничуть не лучше этого отца бездны. 40 урона? Подожди, ему реально насрать? Так, ладно, окей, если что, у меня есть эта штука. Нихрена себе. Слушай, а он может вообще прекратить это делать? Не, это что? Это что? Подожди. У меня персонаж даже не отпрыгивает от этой атаки. Говорил, диджейк халет. Another one. Ладно, поехали. В общем, в этот раз я вообще решил от щита отказаться. Ну, типа, щитом можно эту всю хрень блочить его, да? Которую он будет тут вытворять со мной. Но, по факту, это не имеет никакого вообще абсолютно значения. Мне надо его, знаешь, на прыжок разводить. Это та атака, которую я могу эвейдить. Во, вот так вот. И все. 139 урон. У него резист к молнии. Все, я понял. Я сначала думал, у меня именно копье молнии дерьмовое, а у него резист к этому. Блин, я еще не достаю нифига до него. Его надо реально разводить на атаку, вот это в прыжке. Что ж персонаж как медленно флягу пьет? Она же у тебя уже открыта. Ты че ее поднести просто не... Ты че ее просто поднести к арту не можешь? Серьезно, ты настолько тупой. Давай, прыгай, макака. Ха, макакарториас, пшел. 170 урона. Ну, на самом деле, это очень мало. О, я знал, я знал. В этот раз я знал. В этот раз что-то я опять знал. Но это самый кривущий хитбокс, который я только что видел. Я отпрыгнул, и мне нанеслось 100% урона, которое должно было нанести. Ну, короче, я высчитал, сколько нужно сделать атак, для того, чтобы его победить. Смотри, берешь все шкалы, которые здесь есть, и умножаешь их на две. То есть, я сейчас не могу это дело посчитать. Я немного занят сейчас. Вот, но вы, в принципе, можете. Я думаю, только сильно атаку его буду бить, потому что два удара, и ровно одна ему сносится как раз. Давай, рыцарь. Хорошо. Опять! Опять! Опять этот хитбокс дурацкий. Еще раз. О! Понял. Понял. Раньше не понимал, теперь точно понял. Окей. Значит, я ему чуть-чуть уже посносил. Но сейчас будет самое... А, я думал, что моя любимая атака будет от него. Нет, не будет. Наконец-то я научился от него уворачиваться. Только вот ударять после нее я не научился. Слушай, а у него как-то много урона, по-моему, проходит. Ага. Макака стайл. Но это еще хрень. Во! А сейчас будет интересно. Если я выучил все его атаки в первой фазе, сейчас будет его вторая фаза. Я ее вообще не помню. Вот никак не помню. Если она будет точно такая же, как и раньше, тогда окей. Но если он будет какой-то тут тьмой по мне стрелять, это все. О, так. И так мне не надо. 244 урона. Офигеть. Я говорил, по нему как будто больше урона стало проходить, на самом деле. И это очень хорошо. Ну, короче, рыцарь Арториас тоже идеально подходит для таких нубов, как я. То есть, чтобы ты просто заучивал атаки. Вот он опять что-то начинает делать. А, видимо, в этот момент он просто взрывается и это... И главное не подходить к нему, да? Ну и все. А, так я понял, в чем прикол второй фазы. Он становится сильнее только по урону здесь. То есть, он именно урона больше стал наносить у меня. Я клянусь вам. Вот, если бы у меня на экране сейчас был выведен геймпад, я грибочек вот этот влево повернул и отпрыгнул. Потому что, ну, он будет таран делать. Но мой персонаж отпрыгнул назад. Мне самое главное, чтобы он пробомбился и сделал атаку в прыжке на меня. Давай, ты можешь. Во! Ну-ка. Во! О, та самая атака, которую я наконец-то научился хоть как-то эвейдить. Хоть чуть-чуть. И второй не будет. Но он сделает вихрь. Так, ладно, хорошо. Кстати, вихрь. У меня за все это время так и вихря не было еще в прохождении с рандомайзером. Но, я так понимаю, его здесь уже можно не ждать, да? Я так понимаю, это уже все. Дохлый номер просто. Угу. Жесть. Все. У меня больше ничего нету. Ну, персонаж тупой кусок... Просто тупой кусок мяса. Персонаж просто тупой кусок мяса. Угу. Угу. Вон. Вон. Пошел вон. Пошел вон. Таран. Эвейдим. До свидания, рыцарь бездна. Ой. Не, на самом деле, вот, честно вам скажу, за 2-3 раза боссфайт, в принципе, можно заучить. Но иногда ты попадаешь просто на такую кривущую... Ладно, не буду ничего гореть. В общем, после Арториас открывается проход в деревню этого Алла-Чиль или как там. Здесь вообще, по-моему, арена для этих... Обычный шлем один. Здесь, это, зал стоицизма. Да, здесь можно в ПВП, по идее, сражаться. Но, я так понял, предметов здесь нету, да? А, подожди-ка, подожди-ка, подожди-ка. А не здесь ли у меня, случайно, Гох вот этот располагается? Драконоборец, который нужен мне для Каламита. Да-да-да-да-да, он находится как раз-таки здесь. Давайте попробуем чисто, ну вот, по приколу сейчас зайти и проверить, есть ли у меня ключ. Я думаю, что нет, я его все равно не нашел. Да, его, естественно, нету. Поэтому с Каламитом, ну, я не знаю, как разбираться, чисто фиг его знает. Итак, поселок Алла-Чиль, собственно, теперь подъехал. Но, с противниками всеми вы тут знакомы? Я думаю, самое интересное будет, когда я спущусь до Отца Бездны. Твою мать, только не вы. Вот, только не эти противники. Можно еще один файт с Арториасом? Пожалуйста, только не. Ну, кстати, в чем плюс прохождения этой локации с рандомайзером? Здесь не будет этих дурацких магов, которые стреляют тьмой. Большой кожаный щит и что-то там еще я забыл уже. Но не суть, это все равно не те предметы, которые мне нужны. Алибарда, кстати, Черного Рыца, мне, видимо, уже здесь не выпадет. Как бы я о ней здесь не мечтал. Ну и, конечно же, как бы нам не полутать убежище Отца Бездны. Волшебство, сгусток души, шапка жреца. Я думаю, что после того, как я закончу прохождение с этим рандомайзером, моему персонажу просто можно будет свой, чисто, магазин одежды открывать. Я не знаю, мне столько одежды даже в оригинальном соусе не падало, чтобы вы понимали. Слушай, а там неплохой у Горалова. Там еще вон чувак дротиками стреляет, который из Чумного Города, помните? То есть мне сейчас нужно приманивать всех этих человек сюда. Кратковременное проклятие 2. Это, видимо, был какой-то специальный противник. Окей. Главное в этой локации не пропустить шорткат, который будет из поселка Алачиль. Потому что, если это сделаешь, считай, что все. А еще где-то здесь находится вот этот самый ключ для Гоха. Но он в сундуке, по-моему, лежит. А вот как к нему попасть, я уже не помню. Слушай, я точно помню, что оно где-то здесь должно было быть. Может, тут камин прозрачный? Нет. Нет, я точно помню, здесь должен быть вот этот сундук с ключом для Гоха. Но его тут нет. А что бы нет, давайте тогда, раз у меня 2 человечности есть, заодно обратимся и заодно вважем. Кстати, напомню, вихрь уже был в этом прохождении. Для тех, кто, может, впервые это смотрит. И мне после его смерти не дали обряд возжигания. Поэтому больше, чем на 10 фляг я до сих пор не умею это делать. Я думаю, скорее всего, это связано с тем, что ты должен найти настоящего вихря в этой модификации, чтобы тебе открылся этот самый обряд. Скорее всего, он просто привязан к нему. Итак, дамы и господа, теперь у нас с вами еще одна проблема. Это ущелье Бездны. Да, это локация, в которой у нас находится Манус Сотец Бездны, собственно говоря. И вот это уже первая проблема, потому что первый противник здесь, естественно, вот этот, который меня бесит, просто бесит, он матовый. А, это был эксклюзивный противник, это типа ящерица была здесь. Так вот, череп фонарь-то у меня, в принципе, имеется. Ладно, давай его возьмем, да, чтобы хуже не было. А, он у меня уже есть. Окей, поехали с ним тогда проходить. И вообще здесь можно налутать кучу предметов, один из которых это оранжевое кольцо, я вам уже о нем рассказывал. Так вот, здесь еще будет присутствовать куча человечности, и я так понимаю, да, я был прав. Здесь присутствует куча человечности, вот этих мелких, Касперов, да? И смысл в том, что теперь из-за рандомайзер-мода все вот эти маленькие человечности будут разделены на огромных мобов. И основная проблема в том, что, скорее всего, мне придется их всех убивать для того, чтобы подойти к боссу. Но, во всяком случае, первый раз точно. Потому что, ну, по-другому не умеем, в общем-то, да? Давайте посмотрим, что у нас тут находится. Если тут оранжевое кольцо будет, камень с драконей головой, глаз дракона. Я не знаю, для чего это нужно. Если что, я жду ваших объяснений в комментариях. Жду ваши объяснения. Ау! Нееет! До свидания. Короче, из-за реплейсов всех противников на лучников там и так далее, мне сейчас будет очень сложно добраться до отца бездны. Я, короче, вообще здесь не вижу иных вариантов, кроме как бежать. Потому что, ну, серьезно, мантия мудреца. Да мне пофиг уже на нее. Я здесь вообще не вижу реально других альтернатив, как со всем этим делом сражаться. И есть такая еще одна проблема. Из этого локации выхода нет, получается? Или что? Ну, я, во всяком случае, не вижу. А, тут можно еще ниже спуститься. Еще полутать! Слушайте, а тут все это время какая-то иллюзорная стена классная находилась. Это что еще такое? Привет, кит! Подожди, что это за иллюзорная стенка? А, подожди! Я, кажется, припоминаю. Это этот, Сиф, что ли? Подожди, по-моему, это реальная встреча с Сифом. Именно с молоденьким таким Сифом еще. До того, как стал известен, как говорится. Только единственное... Да, вот эти вот кабаны, они мне здесь не нужны. Кошак, ты меня приведешь к нему? А я, кстати, в любом случае благодарен игре за этот шорткат. Благодаря этому как раз-таки действию, у меня теперь противники были гораздо слабее, нежели там на поверхности. А еще готов вам похвалиться тем, что я нашел оранжевое кольцо, которое находилось прямо по пути у меня здесь. Ну, то есть, все. Я сделал все то, что должен был сделать. Хоть сейчас мне кольцо уже и не нужно. В любом случае, оно у меня есть, а это круто. И шлем клирика, и кусок белого титанита. Вот такие дела. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, кто будет у нас в качестве боссфайта. Если это будет Отец Бездны, вот, давайте честно, я не хочу его проходить. Если это будет Отец Бездны. Он уже попался на ложе Хаоса, но это было такое себе. Итак, давайте посмотрим ролик. Я думаю, что этот босс, наверное, будет последним в сегодняшней серии. Дальше по поводу Коломита, в общем, посмотрим, да. То есть, мне придется, скорее всего, с помощью этого чит-сида искать, где находится этот... Где находится ключ для Гоха. Потом мне нужно будет найти в Блайтауне кольцо. Хождение над Бездной. Нихрена себе. Подожди. А, это Ногой Сит. Нифига себе. А я помню, кстати, что у Ногого Сита огромный этот... Ой, огромный, говорю. Маленький резист к огню. Офигеть, как же его разверзло просто здесь, вы видели, да? Ну, короче, Ногой Сита. Естественно, у него этого... У него бессмертия же нету, да? То есть, его можно просто пилить спокойно. Кстати, я так понимаю, у Сита здесь ХП подстать от Субездны, да? Потому что что-то пилится, он как-то слишком слабенько. А, нет, слушай. О-о-окей, более-менее пилится. Короче, Сит, на самом деле, он очень простой босс. Единственная его проблема, это проклятие. Но, я так понимаю, из-за того, что он сейчас находится... А, нет, слушай, нет, он дает проклятие, да. Я думал, из-за того, что он находится не в своей локации, мне сейчас будет тяжело. Вы знаете, даже... Давайте сделаем так. Посох, посох, посох. Алибарда огня, вот, тоже подойдет. Давай, давай, давай. Я помню, что у него этот... Слабый резист к огню. Ну-ка. Да, ло, дай сюда свой хвост, отец бездны. 109! А, подожди, я, по-моему, в две руки ее, да, не взял? А, нет, 109. Блин. Ну, такой себе. Ну, да. С учетом того, что он находился в ледяном гроте. Ладно, короче, этот, большой змеиный меч, must have, как был, так и остался. И, по-моему, у Сита все-таки реально хп подстать отцу бездны здесь. Я, кстати, не боюсь получить проклятие здесь, потому что у меня есть очень много этих штук на очищение от проклятия. Вот, народ, вот без шуток, знали бы вы, как сложно, на самом деле, попиливать этого отца бездны, когда у тебя очень маленький урон по нему. То есть, ну, блин, 6666 хп, они не созданы для вот этого босса. Тебе здесь нужно оружие, но на плюс 20 минимум. Ну, ладно, хоть еще Сит попался, что довольно-таки легко. Да, только вот он долбить своим хвостом начинает, или это не хвост? Это лор игры, как бы, учим, да? Учим лор Солса вместе со Спектером. Итак, значит, осталось совсем немного. Тут уже до надписи добрались. Я люблю, кстати, когда хпшка доходит уже до надписи, и ты начинаешь такой, ага, значит, остался Манус От. Теперь остался Манус О. На самом деле, если без шуток, мне просто повезло здесь на этом файте. Это мог быть Коломит, или это мог быть Реальный Отец Бездны, или это мог быть Второй Арториас, например. Я аж, ну, ничего не говорю. И сейчас я проклятие подхвачу. Я его не подхватил. Все, мне повезло. Санктус. Это щит, который восстанавливает хп. Очень медленно и постепенно. Хвост-топор. И получается, что локация полностью освобождена. 60 тысяч душ. Собственно, как за босса дают. И здесь находится Заря Лачиля. Если это... What the... What the... What the hell? А, как он здесь появился? Вот! Стоп! Быстро в храм огня! Быстро, быстро, быстро! Офигеть! У меня сит залагал! Он в качестве призрака отца бездны появился после файта. Короче, надеюсь, что вы оцените данную серию пальцем вверх. И подпишитесь на канал, если вы тут впервые. Видеоролики выходят ежедневно. Если вам действительно нужны все боссы, тогда просто напишите об этом в комментариях. И я потом в Сиде посмотрю, где находится ключ от драконоборца Гоха. Вот этого самого. Ну и, конечно же, всем желаю удачного дня. Играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами. Услышимся с вами в следующей серии прохождения Dark Souls с рандомайзером. Всем удачного дня. Всем пока.